Проснувшись, Маргарита не заплакала, как это бывало часто, потому что проснулась с предчувствием, что сегодня, наконец, что-то произойдет. Ощущая это предчувствие, она подогревала и растила его в своей душе, боясь, что оно исчезнет. «Я верую», — шептала Маргарита, — «я верую». Что-то произойдет, не может мне произойти, потому что за что же в самом деле мне послана пожизненная мука? Да, признаю, села гола. Я обманывала, я жила тайной жизнью, скрытой от людей. Но нельзя же за это наказывать так жестоко. Обязательно непременно что-то произойдет, что-то случится, потому что не бывает. Так, чтобы что-то длилось вечно. К тому же сон мой был вечер, вечер. За это я ручанец. Приснилась. Приснилась незнакомая мне местность. Убогая, такая безнадежная, серенькое небо. Какие-то приснились клочковатые облака, бегущие. А под ними безмолвная стая грачей. Какой-то сломанный кривой мостик. И под ним такая мутная весенняя речонка. Какой-то безрадостный, одинокий лес. Такие полуголые деревья. Одинокая осина. А дальше между деревьев. Деревенчатая зданица. Не то отдельная кухня, не то баня. Не то черт знает что. Это такой степени все безрадостное. Такое унылое. Что только тянет повеситься на этой осени. Ни шевеления воздуха, ни движения облака, ни живой души. Но вот адское место для живого человека. И вот представьте. Распахивается дверь этого здания. И появляется он. Довольно далеко. Но он начетливо виден. Непонятно во что он видит. Оборвано. Волосы всклакучие. И брит. Глаза. Встревоженные. Палит рукой. Зовет. Захлебываясь. От неживого воздуха. По кочкам. Побежала к нему. И в это время проснулся. Сон этот может означать одно из двух. Если он мертвый. Если он мертвый. И помолил меня. Значит, скормил. Это хорошо. Потому что мучение тогда настанет конец. Да, если он мертвый. Он хотел напомнить мне о себе. Он звал меня. Это значит, он хотел сказать, что мы обязательно увидимся. Да, мы увидимся очень скоро.